Всем привет! Вы на канале Крис Танелл, и сегодня я хочу показать вам 10 любимых вещей моего гардероба. Если вам интересно, то оставайся со мной. Начну я, наверное, вот с этого ботя, который сейчас на мне. Покупала я его где-то, наверное, уже 3 или 4 года назад. Вообще, покупала я его в качестве нижнего белья, просто под одежду, туда-сюда, ну, то есть, никаких надежд на него я не полагала. Но потом как-то резко все начали носить все в таком бельевом стиле, под жакеты, оверсайз, под куртки, под пальто. И один раз я просто не знала, что одеть на мероприятие. Я такая, думаю, блин, нужно попробовать сделать вот так, как я видела. И я просто одела джинсы, боди, пиджак. Я такая, думаю, вау, сейчас, чтобы вы понимали, когда у меня просто нет идей, что одеть, или мне просто все надоело, я просто беру вот это боди, либо джинсы, либо брюки, и просто одеваю любой пиджак, и это смотрится просто невероятно круто. Это незаменимая вещь на все случаи жизни, поэтому, если вы тоже не знаете, что одевать на праздник, или вам уже надоело просто носить там платье, костюмы и так далее, берите обязательно себе вот такое, какое-то боди в бельевом стиле. Выглядит очень, очень красиво, так женственно, я бы даже сказала. Вот именно с пиджаком, с мужского плеча, это выглядит просто невероятно. Ты сразу такая, скажем, маленькая. Следующая вещь, это вот такие вот джинсы. Покупала я их этим летом. Это просто классические базовые голубые прямые джинсы в таком мешковатом стиле, который я люблю, собственно говоря. Я просто ношу их, не снимаю, хотя в моем гардеробе очень много джинс. В последнее время я, кстати, пополнила их темными джинсами, которые я так давно искала, но об этом попозже я обязательно как-то покажу, или вы можете зайти в мой инстаграме посмотреть. Я там закидываю очень много образов, конечно, вы можете там вдохновляться идейками образов. Даже с этими джинсами я просто беру любой другой верх, любые другие свитшоты, худи и так далее, и у меня получается вообще разносторонние базовые кежуал образы на каждый день. Следующая вещь, которую я вам покажу, это вот этот свитшот. Я купила его недавно, но я просто влюбилась. У меня, кстати, ну, наверное, почти всегда бывает такое же, что я покупаю вещи именно из-за любви. Потому что я, если увидела, она мне очень сильно понравилась, я просто беру и потом ношу, не снимаю. Хотя, с другой стороны, у меня тоже бывают моменты, когда я покупаю вещь, которая мне безумно-безумно нравится, и я просто жду момента, чтобы ее выносить, потому что я не хочу запачкать, мне как-то вот не хочется еще ее надевать, чтобы износить ее. Поэтому хочется, чтобы она побольше была вот такой новой-новой. Это бренд Pull&Bear. Во-первых, он очень красивого такого фиолетового цвета, лавандового, ну, даже не лавандового, но такой, короче, приятный, тусклый фиолетовый цвет. И с голубой надписью. Я не знаю, полили ли вы или нет, но мой любимый цвет, этот цвет именно голубой-синий. Вот такой вот, короче, свитшот. Мне он безумно-безумно нравится. И мне, кстати, кажется, что это мужской. Я купила его в стоковом магазине. Следующая вещь тоже не менее любимая. Вообще, когда я составляла список вещей, которые хотела бы вам показать, у меня вышло немного больше, чем 10. Начну с того, что все вещи из своего кардероба я безумно люблю, поэтому я, собственно говоря, их покупаю. У меня нет таких вещей, которые я там... У меня есть вещи, которые я купила и ношу один-два раза в год, но это тоже все-таки мои любимые вещи. Просто они предназначены не на каждый день, скажем так. Вот этот бомбер я тоже купила совсем недавно на скидках. Это тоже, кстати, пулумбир. Он мне понравился тем, что он такой яркий. Во-первых, он такой очень дутый, он такой очень классный, теплый. И я поняла, кстати, что у меня в кардеробе очень много ярких цветов. У меня нет базы. И это даже не в минус мне. Возможно, кто-то из вас безумно любит базу, но это точно не про меня. Я люблю яркие акценты, я люблю яркие краски в одежде. Именно поэтому я покупаю всегда яркие цвета, я знаю всегда, чем их сочетать, и это, в принципе, не проблема. И этот бомбер, это как раз про то, что весной он будет дополнять просто все мои луки. Точно не останется без внимания. Это прям вот вещь, прям сердечко вот. Мне кажется, что в кардеробе нужно иметь как яркие вещи, так и не очень, чтобы можно было найти вот этот баланс. Если у тебя хорошее настроение, тебе хочется как-то выделиться, как-то показать себя, или просто как-то нарядиться красиво, чтобы на тебя обращали внимание, то я думаю, что вот такие яркие вещи, это как раз на этот случай. Поэтому приглянитесь, возможно, он еще есть на сайте, я обязательно посмотрю, если что, то оставлю ссылочку в описании на него. Следующая вещь, это вот такой вот пальто. Хотя сначала я хотела безумно сильно купить черное пальто, но найти идеальное черное пальто мне не удалось. Поиски были очень длинными. Просто зашла в Резорт и увидела просто стойку с пальтами, подошла, поняла, что, во-первых, оно идеальной длины миди, который я хотела. Я хотела, чтобы оно было именно вот такой вот длины, не короче и не длиннее. Оно прям вот идеально для меня. И чтобы у него были такие вот плечи, такие маскулинные, и как бы с мужского плеча. И мне прям безумно понравился. Цвет приятный, такой серый. И я поняла, что это, наверное, такое тоже пальто на каждый день. Но идеально напишется в мой гардероб, потому что оно светлое, с джинсами, спортивными костюмами. И у меня есть серый-голубой, оно прям идеально сойдет. Поэтому я не раздумывая его взяла, оно еще было на скидке. В принципе, не жалею об этой покупке. Оно теплое, оно прям вот такое красивое. Оно не тяжелое, как бывает, что вот с такой какой-то тканью, такой тяжелый, тяжело его носить. С этим пальтом так не случилось, поэтому это тоже такая вещь, которую я тоже буду носить, не снимая. Мне сказала, что оно очень сильно oversize, потому что это, в принципе, это размер S. Это у нас футшоты, и на худи огромное. Оно хорошо садится, ничего не пережимает, ничего. Вот знаете, так. Хотя тут такие рукаточки не очень широкие. Бывает, что на рукавах так морщится, и тут некрасиво выглядит. Но в этом пальте здесь такого нет. И именно искала, чтобы оно было такое, немножко огромное. Мастер-класс. Ну, а теперь мы перейдем с вами к аксессуарам. У меня есть две вещи, которые я тоже на шуне снимаю. Первая. Это вот эта кепка. Она у меня тоже уже много-много лет. И единственное, что очень жаль, что так случилось, это то, что она в первое лето просто выгорела на солнце, и у нее есть такие вот пятнышка. Но это та вещь, которая просто идеально дополняет любые образы. И сейчас кепки максимально актуальны. Можете покупать как и базовые, черные, серые, белые кепки, так и цветные. Это может быть голубая, оранжевая, зеленая. Это цвета, которые сейчас очень сильно популярны и актуальны. Следующий аксессуар, по которому я вам расскажу, это вот такие вот очки. Эти очки просто дополняют любой образ. И, в принципе, очки это та часть вашего образа, которая очень круто делает акцент. И, кстати, еще хотела сказать о том, что очки это не только про лето. Полноценная составляющая вашего образа. Вы можете носить их и в дождь, и в ветер, и в снег, просто как дополнение своего образа. Мне кажется, это просто идеально. Вот ты вот так просто оделся привычно. в базовые вещи. Надел очки. Следующий аксессуар, который просто покорил мое сердце просто полностью, это вот эта милашная, просто нереальная сумка. В нереально глубоком синим оттенке. Я просто, когда увидела, я любилась, я помню, я увидела у девочки в инстаграме такую сумку в цвете салатовом, и я поняла, что, о боже, как мне найти вообще ее пространство и всего интернета, чтобы купить ее? Мой молодой человек решил подарить мне ее на день рождения. Эта малышка у меня всего лишь где-то две недели, но я приближу, мне на нее плюпина. У нее вот такой толстый ремешок, очень хороший. Она нереально просто, просто нереально мягенькая. Она такая вот приятная на ощупь. Мне кажется, я даже успела ее, кстати, поцарапать. Это очень больно, но он так случилось. Она очень мягкая, и, наверное, первая и единственная сумка, с которой у меня вот настолько случилась любовь, она просто невероятная. И я уже представляю, как я буду просто, просто носить ее каждый день к каждому луку. Кстати, к тому оранжевому бомберу, который я купила, и к пальпу, идеально подойдет. Кстати, сочетание серого и синего и оранжевого и синего мне безумно, безумно нравится. Не знаю, напишите в комментариях, кстати, как вам ее форма, чемоданчик, но довольно-таки вместительный. Телефон, конечно, туда не помещается, но я, в принципе, телефон не кста не на шутцу. Это просто... Просто... И напоследок я вам хочу показать две пары обуви, две любимых пары обуви, одна из которых просто натирала мне ноги в кровь, я прям ходила в ней сквозь слезы, а вторая безумно прям приятная, удобная. Покажу ту обувь, которая просто делала очень больно моим ногам где-то на протяжении года. Это боты Zara, наши умевшие боты Zara, которые, я помню, только-только появились, и я поняла, что мне нужно, просто влюбилась. Я помню, я объездила просто все магазины во Львове и поняла, что нету в наличии моего размера. У меня самый-самый маленький размер, это 35 размер, и я просто не могла их найти. Я тогда очень сильно расстроилась, но не тут-то было. Мой друг из Польши решил мне купить их там и прислать. Они пришли мне, и я просто поняла, что эта покупка была просто самой востребованной на тот момент. Покупались они перед карантином, как раз-таки зимой, и единственное, я помню просто, как я сквозь боль их носила первое время, я просто, у меня все ноги были исклеены ластерями, потому что они меня безумно-безумно натирали. Сейчас, ну, уже где-то, наверное, год, они фу-фу-фу-фу меня не натирают. Это большая победа, я могу их носить просто каждый день, ходить у них в свои деньги, они меня не натирают, они наконец-то привыкли к моей ноге. У меня, кстати, есть такая особенность, меня почти вся обувь новая натирает, и сложно начинать носить новую обувь, но с этим годом и случилась любовь, и я говорю, что я прям вот сквозь слезы их носила, приходила домой, меняла эти пластыря, рыдала, но понимала, что завтра хочу тоже их одеть, они уже не продаются, но есть очень похожие модели других брендов, я постараюсь поискать, и если я найду такую прям похожую модель, то я обязательно оставлю им ссылочку в описании, потому что мне кажется, что для девушки под джинсами под платье это просто тоже мастер. Ну и вторая, моя любимая обувь, самая удобная обувь которая может быть, это конверсы, и вот именно конверсы необычные, потому что у меня были и обычные с такой резиновой твердой подошвой, они мне были неудобные, я не знаю, как люди ходят в них, но знаете, у них очень безумно прям мягенькая подошва, вот в таком вот стиле, мне они тоже безумно понравились, в черном базовом классическом цвете, единственное, что случилось с ними тоже, вот этот вперед, я их стирала, поставила на солнце, ну просто пожелтела, и мне от этого так грустно, на самом деле не знаю, что с этим делать, нужно пойти куда-то в мастерскую, показать и спросить, что можно сделать, потому что они абсолютно новые, и им даже еще нету годика, и они прям безумно-безумно мягкие и высокие, что мне тоже понравилось, потому что короткие кеды я не хотела, а вот именно и такие, у меня они кажутся, довольно-таки с ними на этом все, я показала вам 10 любимых вещей своего гардероба, я надеюсь, что вам было интересно смотреть это видео, если да, напишите в комментариях, что из всех вещей вам понравилось больше всего, спасибо вам большое за просмотр, пока-пока, пока-пока,